Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Борьба с коррупцией в интересах государства. Глава Чуваши Михаил Игнатьев провел заседание Республиканской комиссии по противодействию коррупции. Ученье «Свет» в Цивильске строится новая современная школа. Палки в руки и вперед! «Лыжня России-2018» пройдет в Чебоксарах 10 февраля. Не снижать бдительность. Как в республике противодействуют коррупции, в органах власти обсуждали сегодня члены Республиканской комиссии. За что чаще всего наказывают государственных и муниципальных служащих? И в какой сфере еще необходимо усилить контроль? Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Национальный план противодействия коррупции в республике реализуется успешно. И это показали итоги прошлого года. В регионе количество финансовых махинаций и фактов получения взяток сократилось в разы. Но все же это не повод расслабляться, отметил Михаил Игнатьев. Что люди вопросы коррупции на сегодняшний день ставят на первый план. Основные работники, государственные служащие, муниципальные служащие, они честно выполняют свои функциональные обязанности, стремились и стремятся выполнять все нормы действующего законодательства. Антикоррупционная политика становится жестче, проверки проводятся чаще. Только в прошлом году были наказаны порядка 40 госслужащих и более 150 работников муниципальных администраций. Нарушителей карают крупными штрафами, лишают премий и увольняют. По результатам проверок госорганов, по решению главы республики, администрации и главы, организованы антикоррупционные проверки в отношении пяти служащих. В ходе данных проверок установлены факты несоблюдения этими служащими требований к служебному поведению. К четырем служащим применены дисциплинарные взыскания, один служащий уволился со службы до применения взыскания. За коррупционный факт могут принять даже неправильно поставленную запятую в нормативном акте. Чаще всего работники органов власти оформляют некачественные документы, нарушают правила госзакупок, а кто-то забывает сдавать дорогостоящие подарки, что положено по закону. Члены комиссии обсудили и проблему растущей задолженности за аренду имущества. Как показывает практика, муниципальные власти не торопятся расторгать договора. Вы санкции никакие не предъявляете, хотя в одностороннем порядке можете расторгать договора. Это потому что деньги, которые должны работать на благо жителей любого муниципального образования. Если в районах у нас 27 миллионов за год задолженность на начало года 18-го, то по городам у нас эта цифра почти 700 миллионов. Конечно же, основная цифра формируется у города Чебокцары. На повестке дня и вопросы противодействия коррупции в сфере ЖКХ. Специалисты жилищной инспекции выявили десятки нарушений. Управляющие компании в одностороннем порядке увеличивают квартплату, неверно определяют объемы тепла. В республике продолжают распутывать и коррупционную аферу компании коммунальные технологии. Ее долги по-прежнему растут. За три года увеличилось в шесть раз. Да, руководствует всеми решениями комиссиями, соответственно, различными комиссиями были проведены проверки относительно этой организации, соответственно, и работа была проведена. В жилищной инспекции предлагают открыть расчетно-кассовый центр, который позволит свести на нет возможность хищения платежей за услуги ЖКХ. Глава республики поручил проработать этот вопрос в ближайшее время. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Сегодня завершен первый этап избирательной кампании. ЦИК России закончил прием подписей за кандидатов в президенты страны. Десять дней уйдут на проверку подлинности списков. И уже к 10 февраля будет ясно, кто продолжит предвыборную кампанию. Четверо претендентов на высший пост подписи уже сдали ранее. Владимир Путин, который участвует в кампании как самовыдвиженец. Григорий Явлинский от «Яблоко», Борис Титов от партии «Роста» и Сергей Бабурин, лидер Российского общенародного союза. Двоим выдвиженцам от парламентских партий Владимиру Жириновскому и Павлу Грудинину процедуру по закону проходить не нужно. Штаб Путина сдал подписи еще 29 января. Теперь начинается работа с избирателями. В этом кандидату помогают его доверенные лица. Вчера Владимир Путин встретился с ними в Москве. А сегодня участники встречи встретились с журналистами, чтобы рассказать о главных моментах честного диалога. Форма диалога, форма общения простого, человеческого, понятного общения. И вот это она как раз располагает к тому, чтобы посмотреть на ситуацию, которая сложилась сегодня. И по итогам тех задач, которые были на предыдущем этапе выполнены, и проблемы, которые остались, и прогнозирование, и постановка задач, именно реалистичных задач, которые не пустые обещания. А именно то, что в ближайшей перспективе 100% гарантированно можно сделать. На встрече с Владимиром Путиным обсуждались ключевые задачи, которые надо решить в первую очередь. Важнейшие положения, касающиеся самых разных сфер деятельности. Они войдут в предвыборную программу кандидата. В нашей республике в поддержку Владимира Путина подписались несколько сотен тысяч избирателей. Мы хотели бы поблагодарить всех тех, кто активно обозначил свою гражданскую позицию. Мы вступаем в второй этап, который Владимир Владимирович определил как содержательный этап. Этот этап непосредственного общения с избирателями. И, конечно, наш штаб для себя наметил какие-то определенные планы действий в этом направлении. Мы будем встречаться с избирателями в трудовых коллективах. Мы будем посещать образовательные учреждения. Безусловно, мы планируем определенный график поездок в сельские местности для того, чтобы непосредственно услышать вопросы от жителей республики, узнать проблемы, которые их интересуют. И, безусловно, донести до них основные положения той программы, которая намечена у нашего кандидата. С вопросами и предложениями избиратели могут обратиться в региональный общественный штаб в Чебоксарах по адресу улица Калинина, 80 В. Приемные Путина будут работать и в районах республики. К тому же оставить вопросы можно на сайте. В Чебоксарах сегодня простились с известным юристом, основателем юридического факультета Чувашского госуниверситета, заслуженным работником Министерства внутренних дел Валентином Малюткиным. Валентин Алексеевич Малюткин всю жизнь посвятил служению закону. Где бы он ни трудился, в органах внутренних дел, в прокуратуре, в Академии МВД, он всегда был не только высокопрофессиональным специалистом, но и доброжелательным наставником. Мало кто знает, но в юности он несколько лет работал в газете. Впоследствии это помогло Валентину Алексеевичу в издании учебных пособий и методической литературы. Он автор более 150 научных работ. Профессор Малюткин – один из организаторов юридического образования и правозащитной деятельности в Чувашской республике. С 1994 по 2006 год декан юридического факультета ЧГУ имени Ульянова, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин. Его авторитет в области юриспруденции был очень высок. Целая плеяда юристов и сегодня в строю считают по праву его своим наставником, учителем и, как сказали уже, батей, потому что он на самом деле был таковым. Он за каждого переживал, за каждого бился, каждому помогал. Спасибо вам за дружбу, за вашу теплоту, за ваш оптимизм, за то, что вы всегда были настоящим товарищем, настоящим человеком. В отделы соцзащиты населения города Чебоксары уже вовсю поступают заявления для получения пособий на первенца. Благодаря инициативе президента России Владимира Путина с 1 января 2018 года во всех регионах России, в том числе и в Чувашии, родители стали получать новый вид социальной поддержки. Пособия на первенцев выплачиваются с этого года. Точка отсчета стала 1 января. 21 семья в Чувашии уже оформили документы, 7 из них получили первые выплаты. С каждым днем их число будет расти. Только в нашем трудовом коллективе 5 молодых женщин ждут детей. И, разумеется, хотят решить организационные вопросы заранее. Хотелось бы узнать про пособия за первого ребенка. Подробнее, какие документы нужно собирать. С января 2018 года по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина у нас установлен новый вид пособия детского, ежемесячные денежные выплаты. В отделе соцзащиты населения объясняют, главное условие – доход супругов не должен превышать полтора прожиточных минимума в пересчете на каждого члена семьи. Размер ежемесячной выплаты в каждом регионе разный. В Чувашии это 8 910 рублей. Для оформления документов нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства или в МФЦ. Для назначения пособия необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, сведения о доходах обоих родителей за 12 последних месяцев и реквизиты расчетного счета мамы. Если ребенку не исполнилось 6 месяцев, то оно назначается со дня рождения ребенка. В других случаях назначается с месяца обращения. Первоначально пособие назначается сроком на 1 год. По истечении этого срока мама должна обратиться вновь, написать заявление, чтобы продлить пособие до достижения ребенком полутора лет. Выплата на новорожденных – это адресная помощь. Ее цель – поддержать молодых родителей, чтобы они могли обеспечить своим малышам комфортные условия. Сумма, конечно же, значительная для молодой семьи. Когда появляется ребенок, появляются новые расходы, надо покупать новые вещи, все новое, и она будет очень кстати. В Цивильске завершается строительство школы. Светлые кабинеты, просторные коридоры и большой спортивный зал. Среднеобщебразовательное учреждение рассчитано на тысячу мест. Как идут работы, узнала депутат Госдумы Алена Аршинова. Открытие этой уникальной по своей архитектуре школы в Цивильске ждали все – и дети, и родители, и учителя. Общая ее площадь – свыше 20 тысяч квадратных метров. Практически каждый учебный кабинет индивидуален. Здание оснащено большим количеством камер видеонаблюдения и техники. Получать знания в новой школе будет не только комфортно, но и безопасно. Мы сейчас в Государственной Думе собираем все возможные предложения, аккумулируем опыт разных регионов в вопросах обеспечения безопасности детей и их пребывания в дошкольных и школьных образовательных организациях. И аккумулируя этот опыт, будет понятно, нужны ли какие-то изменения стандартов и нужно ли менять стандарты безопасности. Эту школу возвели в рекордно короткие сроки – менее чем за год. Стоимость – 529 миллионов рублей. Деньги выделены из регионального и федерального бюджетов. Только на оборудование, мебель для кабинетов и инвентарь для спортзала потрачено 28 миллионов. Школа примет своих учеников уже в новом учебном году. Рифат Фаткулин, Республика. Опасную для жизни подделку под видом элитного алкоголя продавали в Чебоксарах двое местных жителей. За это они предстанут перед судом. С лета 2015 года жители Чебоксар закупали суррогатный алкоголь у поставщиков, чьи личности сейчас устанавливаются. И продавали его под видом коньяка, водки, виски и текилы – известных российских и мировых производителей. В ходе проведенных обысков и других следственных действий было изъято более 360 полулитровых бутылок с этикетками, где были указаны торговые марки известных производителей алкогольной продукции, а также более 25-литровых канистр со спиртосодержащей жидкостью, которая содержит в своем составе завышенную концентрацию метанола, сивушных масел, а также токсичные вещества, в том числе ацетон, следствующего представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья человека. По уголовному делу провели 26 судебных экспертиз. Дело передано в суд. Сейчас злоумышленники под домашним арестом. Республику накрыл мощный циклон. Весь день в районах Чувашии не прекращается снегопад и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, циклон не покинет республику и 1 февраля. Температура воздуха днем может понизиться до 19 градусов, порывы ветра уменьшатся. Спасатели предупреждают о неблагоприятных условиях на дорогах. Сегодня утром в Маргаушском районе пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся в кювет. В ГИБДД не исключают, что ДТП могло произойти из-за гололеда. Ни водители, ни пассажиры в аварии не пострадали. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова